Друзья, всем маткульт привет! У нас сегодня потрясающий гость Павел Прозоров Спасибо, что пришел Павел это участник Международной Олимпиады по математике 2023 года, серебряный призер И мы продолжаем разбор У нас был Ратибор из Новосибирска Теперь Павел разберет Какие-то задачи из Олимпиады Вот для разминки мы разберем задачу номер 1 Задача номер 1 Происходила следующая Надо было выяснить Какие натуральные числа n Обладают следующим свойством Что если мы возьмем все их делители 1, это первый делитель Значит Возможно он нулевое условие, но это не важно Значит Выпишем их по возрастанию Значит Меньше чем dk t Равно n И вот так оказалось Что для любого i От единицы От единицы До k-2 Оказалось Что d и t Делят d и плюс 1 Плюс d и плюс 2 Такое вот И надо понять при каких n так вообще могло случиться При каких составных n Значит при каких составных n Ну при простых тут ничего не произошло просто в условии Два делителя условие бесполезное значит Вот Ну давайте как нибудь попробуем подумать про эту задачу Можно какой нибудь пример придумать Например 9 я хочу посмотреть Вот 9 Отлично Смотрите 1 Меньше 3 Потому что там ровно 3 делителя Да И что получается требуется Чтобы для i равно единице Единица делила 3 плюс 9 Да Ну единица все что угодно разделит Значит 9 годится Да Более того можно Ну как бы раз 9 годится То любое число вида p в квадрате годится Потому что число вида p в квадрате Только 3 делителя 3 делителя 1 меньше p меньше p квадрат Значит и трудно получить противоречие с этим условием Значит как бы вот тут так написано Что не получится Капитан очевидность говорит что p квадрат подходит по любому p Да А p в кубе подойдет или нет? Ну вот давайте попробуем Смотрите 1 Какие у него делители? Ну у него тоже делители не сильно более интересно устроены Они всегда упорядочены вот так Все pvn подойдет по любому Да pvn подойдет Ну хорошо Вот мы поняли что оно подошло Потому что единица разделила эту сумму И p разделила следующую Потому что они все просто на p умножились Уже ясно что любое p в квадрате годится Да То есть все степени p годятся Более того да Если мы напишем здесь до p в квадрате То получится Что оно все еще подойдет Ну как водится в таких задачах Ответ это Вот все кончились примеры Значит Иначе задача была бы сложной Аааа Даже для межнара да? Ну как она Короче для первой межнара Она была бы сложновата Поэтому вне ответ павкатый Давайте доказывать Ну я бы вот если бы решал Такой межнар Я вообще всегда говорю Что я межнарные задачи решать не умею Кроме очень редких случаев Но такую может я бы и решил Ну вот да То есть я бы быстро нащупал павкат И дальше началось бы доказать Да Я бы попытался взять Например число 15 Посмотреть что происходит Да С числом 15 4 делители 1, 3, 5, 15 Ну и только не делит И только 3 Не делит соответственно 5 плюс 15 Но все таки не делит Да Поэтому уже это условие Да Не выполняется Да Ну и начал бы думать Что наверное ответ павкатый Ну да Давайте Попробуем это как-нибудь доказать Ну вот тут какая-то куча условий написано Целых к минус 2 Да Ну на них на все смотреть неудобно Давайте попробуем посмотреть с краю Ну вот как мы убедились на примерах Смотреть с левого края бесполезно Там написано что единица что-то делит Давайте напишем другой край Да И равно к минус 2 Тогда здесь написано что d и минус 2 d к минус 2 Да Делит d к минус 1 Плюс n Плюс n Ага Ага Это вот очень приятно Потому что n оно заранее делится На d к минус 2 Отлично Значит d к минус 2 Делит d к минус 1 Да Понятно, да? Друзья То есть условие Что это делит вот эту сумму При этом это делитель числа n Поэтому n он точно делит Соответственно из этого следует Что он делит d к минус 1 Да Теперь нам нужен Какой-то результат О том как это таят Устроен на самом деле Ну вот например Ну давайте вот подумаем Справа начинается такая Короче Давайте подумаем вот о том Что здесь вообще написано Как устроены делители числа n Ну вот я Выдвину следующее наблюдение Что если d Делит n То это означает Что n делить на d Тоже делит n Безусловно Вот Более того Значит вот я возьму все делители А если я под ними Выпишу выражение Н делить на d То они будут упорядочены В противоположном порядке Разумеется Естественно Ну это просто означает Что d На dk минус i dk плюс 1 минус i dk плюс 1 минус i Равно n Безусловно Делители Ну не то чтобы разбились на пары Там возможно в середине будет В середине Ну если квадрат То в середине будет тот кто сам с собой разбился Хорошо Да Теперь вот это условия про большие числа А я хочу условия про маленькие Я перепишу сейчас что это значит Вот тут написано А про маленькие Ну вот это условия про числа в конце А я хочу условия про числа в начале Значит Это только про два последних Да пока что Да вот это наблюдение пока что Только про два последних Да Но я хочу сделать наблюдение Про два первых Ну они вот предпоследние Предпредпоследние Я хочу сделать соответственно про второе и третье Ну, что я здесь пойму? Я пойму, что N делить на D2 делит N делить на D1, да, тут написано? Нет, N делить на D3 делит N делить на D2, вот так. Ну да. Это значит, что D2 делит D3. Ну, в общем, да. Если кто не видит, сразу упражнение. Вот. Сказать, что это так. Значит, ага. Ну, а делит D3. Это удобное условие. Смотрите, D2 это простой объект, это самый маленький собственный делитель числа. Он, ясное дело, простой. Понятно. Как он еще может быть непростым вообще? Самое маленькое простое число является делителем. Да. И оно делит следующее. Да. То есть следующее за ним это P квадрат. Да, потому что оно не Q. Ну, вот сейчас мы, можно, значит, сначала так подумать, можно вообще доказать, вот что мы видим. Мы, значит, знаем, что D2 делят D3. И знаем, что D2 делят D3 плюс D4. Это я условие задачи записал. Ну, если D4 существует. Понятно. Я буду писать вот. Конечно. Короче, я вот буду такие условия выписывать, пока они, пока ряд не кончится. Ага, ну из этого я могу сделать вывод, что D2 делят D4. Абсолютно верно. Так, теперь ты опять перекидываешься туда. Теперь нет, я не перекидываюсь. Смотрите, я вот замечу. Давайте я буду по индукции доказывать, что просто все D-шки на D2 делятся. Ааа. Просто, очень просто, значит. Вот тут написано, что D3 делится на D2 и D4 делится на D2. Давайте доказывать, что D5 делится на D2. Ну, как доказывать, что D5 делится на D2? Ну, вот D3 делит D4 плюс D5. Да. Плюс D5. А его, в свою очередь, делят D2. Значит, D2 делит D4 плюс D5. D2 делит D4 уже. D2 делит D5 получили. Все. Ну, вот теперь можно написать. И так далее, да? Да. Ну, вот мы, как бы, вот здесь, значит, зашьем индукцию внутрь, естественно. Ну, да. Ну, понятно, как она происходит. Просто очередная пара делится. Значит, она делится на D2. Значит, вот первый член пары делится на D2, значит, второй тоже делится на D2. Ага, значит, все делители делятся на наименьший простой. Значит, других простых возложений нет. Значит, просто других простых возложений нет, да. Ну, все. Все. ДЖ-то делится на D2. Не так уж сложно, действительно, по крайней мере, разбор. Да. Как до этого? Ну, ты, наверное, быстро, да, его решил? Ну, да. Ну, да. Да. Более того, я проверил на одной из своих учениц в кружке, она там, эту задачу, в общем, может решить. Ну, в этой же задаче, как бы, не произошло выхода. За восьмиклассные знания никакого. Не произошло. Да, то есть. Тут надо было догадаться, что вот справа там пощупать, слева пощупать. Ну, да, да. То есть, в принципе, она решаемая. Пощупать задачу. Она, хоть и межнарная, но решаемая. С одного края, с другого, да. Пощупали, решили. Значит, вот. Так. Так. Ну, что же. Значит. Что еще разберем? Ну, давайте. Спасибо. 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 Спасибо.